И снова дорога. Но как по-другому? Дорога неотъемлемая часть любого путешествия, а я уже чувствую себя настоящим путешественником под Ставрополью. Сегодня мы едем, а не скажу пока, интрига. Для начала мы, как всегда, решили остановиться и перекусить в придорожной закусочной. Дорога долгая впереди. От пирожков я устала, поэтому сегодня на завтрак будет шашлык. Настоящий кавказский завтрак. Я аж не местная, друзья. В Питере, конечно, я никогда не завтракала шашлыком. А здесь, ну почему бы и нет. И мне он понравился. Хотя вот местные ребята из нашей съемочной группы не оценили данный кулинарный шедевр. Не сочно, не мягко, зажарено слишком. А мне понравилось. Хотя шашлык на завтрак тяжеловато, конечно. Зато мы теперь все сытые. И это несомненный плюс. 150 километров от Ставрополя и мы на месте. Крымгиреевская. Андроповский район. Сегодня в выпуске. Настоящие и ненастоящие олени. Панты. Что это и зачем? Ну, очень красивая экскурсовода. Страус и четыре страусихи. Друзья, ну а мы с вами вновь на Ставропольской земле. И мы продолжаем познавать разнообразие, многообразие и изобилие этого удивительного края. Я не перестаю удивляться. Вот хотите верьте, хотите нет. Помните, мы были с вами на ферме альпак. А сейчас мы приехали на оленью ферму. То есть вот так вот. Оленья ферма. Я думала, что они водятся чисто в дикой природе. А оказывается, можно их своеобразным образом приручить. Мне уже не терпится. Пойдемте скорее посмотрим. Как уютно. Здравствуйте. Здравствуйте. Была ли вы на экскурсию или на заселение? И то, и то, может быть. Давайте я вам то расскажу позовремя у вас экскурсию. Если вы хотите на экскурсию, длится час-двадцать. После рецепшена, который вы проходите, обелечиваетесь. Потом вы проходите на вольерный комплекс. Там можно где погладить, почесать животных. Также у нас не только олени здесь есть. Ну, начнем нашу экскурсию. А экскурсия начинается прямо на ресепшн. Здесь много чего интересного. Встречает гостей чучело-медведя. Выглядит устрашающе. Представлена разнообразная сувенирная продукция. От симпатичных маек с изображениями модных оленей и олених до различных продуктов собственного производства. И, конечно, продукция испантов. Что это такое и зачем, мы узнаем чуть позже. Сувениры – это все, конечно, хорошо, но мы приехали сюда посмотреть на оленей. Вперед на экскурсию! А какой здесь воздух непередаваемый! Вокруг не души, только какие-то дома хоббитов. Может, и правда здесь хоббиты живут? Друзья, я нашла оленя! Вот же он! Здрасте! Здрасте! А он не настоящий. Да, но этому оленю можно потереть нос на удачу. А меня зовут Виктория. Я разбираюсь, где здесь настоящая, где не настоящая оленя. Виктория Куликова – специалист по развитию туризма, экскурсовод и очень красивая и приятная девушка. Хотите, покажу больше? Да, конечно. Так, ну и мы с вами сейчас находимся на оленей ферме. Это первый такой проект у нас в Тавропольском крае. Аналогов пока что нет. И касательно, на самом деле, истории создания нашей фермы, начинается она не в таком далеком 19-м году. Вот с домика прямо за нами. Изначально это был ближний кордон, конец села Крымгиреевского, в котором мы располагаемся. Рядом с ним было пара домишек. И вот можно представить, что вся та территория, которая сейчас перед нами, облагороженные поля и так далее, это все было заброшено. 19-й год считается годом основания фермы. Тогда здесь были построены первые вольеры. И активно начала развиваться вся инфраструктура. В 20-м году приехали на ферму первые рогатые товарищи. Вид здесь один, европейский, благородный. А вот происхождения разные. 120 особей к нам было привезено из Калининграда. И еще 60 особей из Литвы. То есть в 20-м году, когда они к нам приехали на автобусах с морковкой, с капустой, мы начинали... Друзья, я прошу заметить, что олени, они вот не местные. Такие же, как я. Да, кстати. Не местные? А вот местные олени здесь существуют? Да, на самом деле в Старопольском крае довольно много живет пятнистых оленей, косуль, ланей. Потому что был процесс расселения в определенное время. Ну и, конечно, основная цель создания нашей фермы – это пантолечение. То есть начинали мы, опять же, с 200 оленей плюс-минус. Сейчас у нас на ферме около 500 наших рогатых товарищей. Ого, ого, ого. Да, они здесь, конечно, находятся для того, чтобы мы собирали их молодые рога, панты и делали из них. Я уже вижу настоящих живых оленей. Да, да, вот мы к ним и пришли, в принципе. И мы заходим в вольерный комплекс. Сейчас мы с вами пришли в одно из самых интересных мест у нас на ферме. Здесь мы воочию познакомимся с нашими настоящими рогатыми товарищами. Вот, я предлагаю начинать. Я сейчас вижу ни теперь, ни ваши глаза. Вик, скажи, пожалуйста, вот я думала всегда, что олени – это вот дикие животные и всё, что их невозможно приручить, что они не живут с людьми, что они вот только лесные. Так ли это? На самом деле, конечно, каждый олень – это в любом случае дикое животное. Но олени – очень умные животные. Они запоминают лица, запоминают повадки, они привыкают к людям. То есть, вот, например, у нас есть олень Антошка, который, видя меня, у него есть своё приветствие, допустим. И поэтому они уживаются с людьми и хорошо себя чувствуют, когда особенно не знают зла со стороны людей. Так, у нас тут кто? А здесь, в этом вольере, у нас живёт наша малышка Лёля Александровна. Лёля Александровна. Почти полгода. Спасённая душа. Её нашли в лесу. Она застряла в канаве и сильно поранилась. У нас живёт она на ферме уже около 4-5 месяцев. Мы её выкормили коровьим молоком, выходили, сделали все документы, прививки. Поэтому это полноценный житель нашей олени фермы. Кузя. Европейская косуля. Один год. Закончился первый его гом. Сейчас растёт зимняя шубка, поэтому яркое белое пятно видно у него на задней части тела, так называемое зеркало. И, конечно, выросли его первые рожки, которыми он не пускал возможности похвастаться. Дохвастался один, рукой он сломал. Но, опять же, это не страшно. Скоро они выпадут и вырастут новые. Антон – первый олень, с которым нам удалось пообщаться близко. Но, честно говоря, он напугал меня. Даже яблоки есть не стал. А да, иди сюда, иди. Я тебе потом желудей принесу. Покушаешь? Покушаешь, конечно. Не бодайся. Антон легко может перепрыгнуть этот забор. С разбегу. Но сейчас не хочет. Ему и так хорошо. Желуди составляют основной рацион их питания в дикой природе. А на ферме – это овес, ячмень и кукуруза. Друзья, вот семья оленей. Это Эдуард. Его дама сердца Марго. И у них родился ребенок в этом году. Пока еще имя не дали. Оказывается, олени далеко не моногамные животные. То есть самцы дружат одновременно с самочками в количестве от 2 до 20. То есть если вы называете своего любимого оленем, подумайте, что вы можете этим подразумевать. И олени, их как раз большинство, популяция у вас. Да. На самом деле перед нами сейчас стоит европейский благородный олень. Зовут нашего товарища Генрия. И именно таких красавцев мы выращиваем у нас на ферме с целью сбора их пант. Вот таких особей у нас около 500. Пантами называются молодые неокрепшие рога. Растут они с конца зимы по начало осени. Благодаря кровеносным сосудам, которые богаты аминокислотами, Рожки растут очень быстро, по 2-3 сантиметра в день. Панты представляют собой пористую костяную губку. Внутри система кровеносных сосудов и бархатистая кожица сверху. Потом их спиливают. И спиливают их до того, как они успели окостенить. А далее продукт уходит в глубокую заморозку. Хранится по специальной технологии. Сырье используется для БАДов, различной косметики и лечебной настойки. В будущем на ферме будут пантовые ванны. С древнейших времен это целительное средство от многих недугов. Друзья, а сейчас мы можем с вами наблюдать практически тоже вот в такой вот природе довольно редкого представителя темнокожей лани. Он необычный и очень-очень красивый. И немножко прожорливый. Посмотрите, косули они какие-то вот, ну, ну, очень изящные. То есть вот прям вот такие вот. Ну, посмотрите, посмотрите. Одно из лучших творений Бога по версии Александра Шишова. А сейчас я кормлю настоящего козлотура. Это смесь домашней козы и горного настоящего кавказского тура. И посмотрите, как он уплетает осеннюю листву. Я приехала на оленю ферму, но здесь очень много каких-то птиц. Почему? Пока еще я не знаю. Но мы в этом вопросе обязательно разберемся. Да что тут разбираться? Ну, не оленями же едиными. Это ферма, туристическое место. Приятно туристу приехать отдохнуть на природу. Но природу, облагороженную руками человеческими, насладиться флорой и фауной. А чем разнообразнее фауна, тем интереснее. Олени оленями, но здесь настоящие мохнатые петухи. Первый раз таких вижу. Куропатки, даже павлины. Еще есть верблюды. Верблюды, карамелька и компот. И у них стандартно по два горба. Вот я приготовилась, если вдруг они плюнут, вытерется. И даже страусы. Вот к ним и отправимся. А вот, друзья, мы можем наблюдать защитный танец. Самец защищает своих самочек и не пускает нас на свою территорию. А если поднять руки, то он подумает, что это самец хочет забрать его самочку. На нас напали. И начнет атаковать. Начнет атаку. Суету навести охота. Продолжение следует. И в следующем выпуске. Уютные домики. Олений дрифт. Гостеприимный ресторан. Хватит там, пожалуйста. Мне сложно. Все, тихо. Олени оленями, но здесь есть настоящие мохнатые петушки. Олений. Охи.